Горячие темы и острые вопросы авторитетным гостям. Программа «Линии» на Радио Крым. Снова здравствуйте. Приветствуем всех. 8.08. В студии Михаил Кузнецов и Елена Ильницкая. Мы с вами, друзья. И мы продолжаем программу «Линии». Время достаточно быстро летит. Вот только начинали телеграм-парад, а уже 8 часов. Да, мы уже встретились с гостей, узнали о том, как наши волонтеры-добровольцы помогают фронту. Надеюсь, напомнили вам о тех событиях, которых, быть может, вы не услышали или пропустили что-то это в телеграм-параде. Работает наша служба новостей. Ну, и работают наши средства связи. Плюс семь девять семь восемь четыре нуля девятьсот четыре. Вайбер, WhatsApp, Telegram. Присылайте вопросы, если есть эмоции, предложения и так далее. Будем с этим разбираться. Ну, а разбираемся с поступающей информацией сейчас о том, что сегодня предполагается из событий, которые произойдут не только на полуострове, но и за его пределами. В курсе событий. Ты в курсе событий? Не сильно в курсе, но я думаю, сейчас я буду максимально в курсе, когда ты все расскажешь. Да, за буквально чуть меньше, чем месяц до большого высокого курортного сезона, за месяц до лета, сегодня президент нашей страны Владимир Путин обсудит с правительством курортный сезон. С докладами о тарифах на авиажелезнодорожные перевозки, стоимостью гостиниц, сдерживание цен в городах массового отдыха на фрукты и овощи выступят кураторы туристической отрасли. Господа Чернышенко, Решетников, Савельев и Козлов пишет телеграм-канал «Выслушать маяк». Далее у нас уточнение. Наш президент сегодня проведет совещание с членами правительства по теме основной вопроса развития туристической отрасли и начинающийся туристический сезон. Для Крыма это одна из самых важных тем, конечно же, турбизнес наш сейчас не в самой лучшей, так сказать, ситуации, и помощь, поддержка необходима многим направлениям туристическим. Очень много оказывается поддержки, но все-таки еще нам бы и с логистикой тут помочь. Да, у нас главная проблема, наверное, логистика, потому что, ну, все-таки каждый раз различные эксперты передают, что в этом году в Крыму будет так себе сезон туристический и так далее. Но, тем не менее, мы всегда преодолеваем любые тяжести, и туристический сезон состоится. Да, он состоится однозначно в той или иной степени, да, но мы хотели бы, чтобы у нас было побольше туристов, чтобы помощь и поддержка тоже осуществлялись. И на республиканском, и на федеральном уровне. Так, что еще у нас в эти дни? Со 2 по 5 мая в четырех городах Крыма, Феодосии, Евпатории, Севастополь, Алубка, при поддержке президентского фонда культурных инициатив состоятся уникальные духовно-просветительские концерты, лекции «История Руси и России в звуке и цвете» в исполнении московского православного хора «Древнерусский распев» под руководством всемирно известного дирижера Анатолия Гринденко. Вот, в частности, сегодня в Феодосийском городском доме культуры на проспекте Айвазовского 7, уже на отреставрированном, отремонтированном проспекте. Вот хочется прям попасть в Феодосию и посмотреть, и пройтись по проспекту обновленному. Так вот, сегодня в 17 часов состоится этот концерт. Завтра он пройдет в Евпатории, в Евпаторийском театре имени Пушкина, 4 мая в Севастопольском центре культуры и искусства, 5 мая в Алубкинском городском доме культуры. Следите за афишами, как говорится, и, если хотите, принимайте участие, наслаждайтесь прекрасно. Еще из интересного, 1 мая в селе Мысовое Ленинского района открылся яхт-клуб. Любители яхтинга, как и новичков, так и профессионалов ждут регаты выходного дня, выходы в Азовское море. О, это очень милое такое поселение, рядом с Щелкино. Как-то побывав однажды там, захочется побывать еще и еще раз. Мероприятие продлится аж до 5 мая, поэтому, я думаю, все желающие смогут посетить это действительно прекрасное место. Ну, каждый раз, когда смотришь, как люди профессионально занимаются вот этим видом спорта, ты сразу завораживаешься. Очень красиво. Да, хочется тоже полететь, но как вступишь в эту холодную воду, очень-очень холодно. Да, пока еще, я не знаю, есть, конечно, люди, которые сейчас и купаются, и окунаются. Вот герои, с моей точки зрения. Так, что еще интересного? Вот сегодня, например, в Доме предпринимателя, в Симферополе, на улице Севастопольская, 20А, состоится очень интересный вебинар. Как составить бизнес-план для получения социального контракта? Присоединяйтесь. Вообще, там проходит очень много важных, полезных мероприятий. Особенно, если вы что-то начинаете, и как раз таки Дом предпринимателя вам всегда поможет. Завтра, например, семинар для ательеров. Как определить, где отель теряет клиентов? Состоится он в поселке городского типа Черноморское. Так, ну и много таких вот интересных очень событий. Что еще могу отметить, друзья? Ну и впереди у нас праздники, наш Великий День Победы. Об этом мы еще сегодня поговорим подробнее в 13 часов в программе «Фокусе». Пока что рекламная пауза, и затем наша рубрика «Уполномочен заявить». Не пропустите. Уполномочен заявить. 8.20. Просыпаемся, друзья. Вы на волнах Радио Крым. В любом уголке Крымского полуострова можете нас послушать. В FM-диапазоне, а также на сайте крайметерерадио.ру. В студии Михаил Кузнецов, Елена Ильиницкая. Это программа «Линии». Всегда все самое актуальное. И сейчас наша рубрика «Уполномочен заявить». Такие вопросы, которые, быть может, помогут в чем-то определиться. Итак, у нас... В России с начала мая закончится дешевая ипотека. Центробанк повышает надбавки коэффициентом риска по ипотечным кредитам на покупку жилья в новостройках под договором долевого участия. Таким образом, ипотека с минимальными ставками прекратит свое существование. Такой прогноз дал доцент кафедры финансов и кредита Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов. Вот, собственно, насколько серьезно следует относиться к такому прогнозу, и есть ли реальные предпосылки для этого. Ну и в случае, если прогноз подтвердится, то к чему же это может привести? За ответами на эти вопросы мы обратились к кандидату экономических наук, доценту кафедры Государственного и Муниципального управления КФУ имени Вернадского Андрея Вершитского. Банк России дестимулирует выдачу ипотечных кредитов, полная стоимость которых существенно ниже рыночного уровня. В последнее время распространение получила так называемая ипотека от застройщика с экстремально низкими нерыночными ставками вплоть до 0,1% годовых, которые, однако, достигаются за счет завышения цены приобретаемых квартир вплоть до 20-30%. Эту разницу застройщик затем в виде комиссии платит банку для компенсации его выпадающих доходов. Такие программы несут риски для заемщиков, банков, а также искажают общую статистику, что в итоге мешает принятию взвешенных решений всеми участниками рынка. Регулирование Банка России будет ограничивать распространение подобных схем. С 30 мая банкам необходимо будет формировать дополнительные резервы, что будет способствовать снижению рисков. Также в конце марта этого года ЦБ признал связь с снижением доступности жилья с льготной ипотекой на новостройки. Программа льготной ипотеки, которую запустили в апреле 2020 года, разогнала цены на жилье, но не сделала его доступнее для граждан. Их доходы растут гораздо медленнее. Если в конце 2019 года на первичке было необходимо 6 среднегодовых зарплат для покупки квартиры, то сейчас необходимо 8 среднегодовых зарплат. За три года действия госпрограммы цены на новостройки повысились почти вдвое, при этом доходы граждан растли не столь быстрыми темпами. Нормальная коррекция цен на жилье при этом позволит сделать его более доступным для среднего гражданина. Регулятор при этом как раз и выступает за снижение рисков и стабилизацию ситуации в долгосрочном периоде. Это было мнение Андрея Вершицкого, кандидата экономических наук и доцента кафедры государственного и муниципального управления. Ну, оптимистично так по поводу оптимизации в долгосрочном периоде. Да, те, кто платит ипотеку, конечно же, с одной стороны сказали, ой, хорошо, что я это раньше сделал, уже меньше, как говорится, времени осталось проплачивать. С другой стороны, кто-то сейчас кусает локти. Зачем я это вообще сделал? Ну, а кто-то, быть может, да, понадеявшись на низкую ставку, решил вот сейчас это сделать. И сейчас, может быть, надо как-то активизироваться. Либо же вот ожидать. Опять же, да, для кого-то все-таки ипотека – это выход, для кого-то нет. Тут уж нужно правильно рассчитать свои силы и возможности. Финансовые, да, и моральные, конечно. Друзья, сейчас уходим на музыкальную паузу, слушаем выпуск новостей. Затем наша главная линия этого часа. Не пропустите. Главная линия. 8.38. Приветствуем всех, кто сейчас на наших радиоволнах. Это Радио Крым, студия Михаила Кузнецова, Елена Ильницкая. Ну, и пойдет у нас речь в главной линии вот о чем. Новый курс, курс нового учебника «Общество знаний и истории» разрабатывается и будет уже применяться в средних учебных заведениях с сентября этого года. Этот курс разрабатывается под руководством председателя Российского военно-исторического общества, помощника президента Владимира Мединского. И, в частности, на 13-м Петербургском международном образовательном форуме министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что завершается работа над учебником по новейшей истории для старшеклассников, который войдет в том числе и раздела спецопераций на Украине. У нас в гостях по телефону доктор исторических наук, профессор кафедры истории России КФУ имени Вернадского Андрей Ишин. Андрей Вячеславович, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро, Андрей Вячеславович. Ну, для любого серьезного историка, да, источник его научного поиска – это документ. Документ без этих документов, без этих исторических бумаг невозможно создать учебник. Без источника историю можно писать только на основе рассказов, байк и сплетен. Как вот избежать все-таки в написании учебников вот этих вот байк, сплетен и рассказов? Вы знаете, вот я бы хотел начать с того, что президент поставил сегодня перед системой высшего и среднего образования действительно важнейшую задачу, которую можно выразить вот двумя основными тезисами. Во-первых, мы выстраиваем действительно суверенную систему образования. То есть систему, которая будет отвечать нашим государственным интересам, которая будет выражать наши цивилизационные ценности и смыслы. И важнейшей составляющей этой системы должно стать воспитание гражданственности и патриотизма. И вот решение этой задачи по воспитанию гражданственности и патриотизма подрастающего поколения, конечно, задача не может быть решена без другой важнейшей задачи, без научного обоснованного противодействия фальшификациям, лжи, попыткам исказить смысл нашей истории, попыткам представить нашу страну в качестве такого-то, в кавычках, агрессора и так далее. И президент дает очень четкий ответ на то, как это делать. Для того, чтобы противостоять лжи, нужно говорить правду. Лжи нужно противостоять всегда правду, нужно противостоять факты, нужно противостоять справедливость, историческую справедливость. И в этом отношении то, что с 1 сентября у вас уже учащихся старших классов увидят в учебниках истории раздел специальной военной операции, обостровало, это, я считаю, огромное достижение нашей образовательной системы. Потому что специальная военная операция является, в моем понимании, прямым продолжением подвига народа в Великой Отечественной войне, когда мы противостояли всему, так называемому, так сказать, в кавычках больших, цивилизованному миру, да, оккупированному фашистской Германии, работавшему на эту фашистскую Германию. И победили эту страшную чуму фашизма, избавили народы Европы, которые стали под этим идом от этой страшной беды. И сегодня мы вновь противостоим, по сути, глобальным попыткам возродить нацизм, возродить нетерпимость, возродить отношения в мире, как отношения исключительно основанные на идее капитал, деньги, капитал, где человек превращается в обезличенную функцию. И в этом отношении нам очень важно обращаться к нашим урокам истории, к давним урокам и к недавним урокам. И, безусловно, специальная военная операция является интервалом преемственности подвига, преемственности героизма и самопожертвования. Поэтому это чрезвычайно важно и актуально. Андрей Вячеславович, ну такой вопрос возник. Ведь многие документы специальной военной операции все-таки еще долгое время, я так думаю, будут засекречены, но учебники надо писать на основании документов. Исторически так сложилось, что если на основании исторических документов ничего не перевирается, естественно, ничего не добавляется. Как в этой ситуации будет дополняться эта история, понятное дело? Ну вот сейчас будет какая-то основная, да, наверное, дана такая фундаментальная информация по СВО. Ну я бы подчеркнул, что вообще эта инициатива, она озвучена, по сути дела, не вчера. И она представляет собой именно комплексную инициативу. Потому что президент давал поручение и в плане музеификации, да, и в плане организации встреч с участниками специальной военной операции. Понятно, что для каждого документа приходит свой черед. Некоторые документы представляют сегодня, скажем, ценность военно-стратегическую, да, их нельзя как-то обнародовать. Но придет черед, и все документы, я уверен, в будущем будут в свое время, конечно, обнародованы. Но ведь те участники СВО, которые возвращаются сегодня и рассказывают детям о том, что там происходит, почему это происходит, да, это ведь тоже носители этой исторической информации, это свидетели, участники этих событий. И поэтому их слова, их выступления тоже представляют собой, несомненно, важнейший исторический документ. Ведь очень важно, опять же, подходить к этому комплексно, да. И тут мы не обойдемся только одними школьными учреждениями. Здесь необходимо подключать и музейные, и экскурсионные учреждения, да, и библиотеки, и театры, и так далее. Все это вместе должно работать на идею осознания нашей общеисторической правоты, нашей общеисторической справедливости, значимости тех эпохальных событий, которые происходят сегодня на наших глазах, и требуют безусловных усилий от каждого из нас. Поэтому, говоря о том, что пока что не все документы будут расстекречены, этого, конечно, не нужно. Это вполне естественный процесс. Но то, что мы с самого начала нацелены на то, чтобы говорить правду, начиная, я подчеркиваю, не с 2022 года, а с 2014 года, когда, собственно, эта вся каша заварилась, я заварилась, я не знаю. Да и раньше, это же все, в общем-то... Да, по сути, еще раньше, но вот я имею в виду переворот, госпереворот, да. Вот эту кашу кто заварил вообще, и в каких целях? Карательные операции на Донбассе и так далее. Вот с этого нужно начинать. Нам сейчас нужно прерваться на рекламу, и совсем скоро мы продолжим нашу беседу. Оставайтесь на линии. Друзья, мы продолжаем главную линию. Напомню, что сегодня мы обсуждаем одно из последних поручений президента России Владимира Путина. Речь идет о разработке методических материалов для учебников, которые должны помочь ученикам лучше понимать историю России и ее место в мировой истории. И у нас в гостях по телефону доктор исторических наук, профессор кафедры истории России КФУ имени Вернадского Андрей Ишин. Андрей Вячеславович, еще раз здравствуйте. Да, приветствую. Андрей Вячеславович, как Вы считаете, какие вообще могут возникнуть проблемы при разработке таких материалов? Вы знаете, мне представляется крайне необходимым, чтобы в разработке этих материалов участвовали представители разных областей научного знания. Это, конечно, историки, это социологи, это политологи, это, конечно, философы. Потому что решать такую глобальную по своему масштабу задачу невозможно, вот, замкнувшись в границе какой-то отдельной научной дисциплины, даже такой уважаем, как истории. Поэтому здесь, конечно, мы должны обязательно опираться и на опыт военных аналитиков, опираться на опыт политологов, опираться на опыт социологов, чтобы картина была действительно объемной, комплексной, системной, чтобы мы видели не только вот одной плоскости, а во всех трех измерениях, да, в 3D, как мы сейчас любим говорить. И тогда, вот, видя вот истоки этого явления, да, его причины, ход наших, значит, усилий по предотвращению тех негативных тенденций, которые были запущены накануне, во время государственного перевода на Украине, глобальные проекты этих негативных тенденций. Вот, когда мы все это увидим в 3D, что называется, тогда будет проще и понятнее доводить эту точку зрения не только для школьников, но и вообще для всех граждан нашей страны, потому что я абсолютно уверен в том, что эта информация, она будет интересна не только для учащихся, она будет интересна для каждого гражданина нашего государства. Вот на ваш профессиональный взгляд, вот скажите, какие методы и подходы могут быть использованы при разработке учебников и пособий? В моем понимании важнейшим подходом, мы его называем метрологический принцип, да, он заключается в беспристрастности, в объективности, то есть мы должны видеть явления противостоятельными, которыми они выступают в действительности. Как сказал наш президент, то уже мы должны противопоставлять историческую правду. Нам нечего стыдиться, нам нечего бояться. И вот, кстати, здесь абсолютно напрашивается параллель с Великой Отечественной войной, когда сегодня те же самые направления фальсификации истории Великой Отечественной войны пытаются наши западные, скажем так, в кавычках партнеры, недавние, да, по сути, наши оппоненты, применить те же направления фальсификации и специальные военные операции. То есть обвинить нас какой-то агрессией, да, обвинить Россию в том, что Россия имеет какие-то там экспрессионистские, в кавычках, цели. То есть эти направления фальсификации, они уже опробированы на примере Великой Отечественной войны. Поэтому противодействие тем фальсификациям нам нужно, конечно, опыт противодействия использовать и в современных условиях, безусловно, в отношении специальной военной операции. В этом отношении, еще раз повторюсь, принцип объективности, принцип историзма, когда мы рассматриваем все в комплексе, в развитии, в динамике, вот это должно быть во главе угла в этом отношении. Да, и, конечно же, не допускать к написанию учебников, как ранее это было, да, фонд Сороса, например, у нас писал учебники в современной России. Но история, вот это такой идеологический предмет, который формирует в детях их национальное сознание. И сколько часов выделено, если есть такая информация, у вас есть она, на изучение истории? Вы знаете, если говорить о вузовской программе, то у нас есть разные исторические дисциплины, соответственно, уделяется разное количество часов. Там есть у нас дисциплины, которые изучаются только на историческом факультете, есть дисциплины, которые изучаются на протяжении всего учебного года. Вот я, кстати, один из них приведет в том числе и для других факультетов историю, историю России, всю общую историю, как бы объединили в одном блоке. Но акцент делается, конечно, на отечественную, в первую очередь, историю. В течение всего учебного года изучается эта дисциплина. Что касается школьного курса, я пока, честно говоря, не располагаю данными, сколько часов отводится конкретно на этот новый раздел. Но я надеюсь, что эти часы будут достойными, вполне достаточно для того, чтобы основные моменты. Поэтому сначала мы сходом мы сходом изучить. Да, согласитесь, что от этого тоже зависит много. Это и детализация, да, объем тех знаний, объем той информации, которая будет как раз-таки проработана теми, кто составляет эти учебники. А есть еще и специализированные классы, для которых, может быть, надо больше, да? Углубленное изучение. Да, углубленное изучение истории. Да, но в любом случае, какие бы вы прекрасными не были учебники, какими бы прекрасными не были тексты, я хочу напомнить, что текущий год является годом педагога и наставника. А наставничество, оно в первую очередь, в моем понимании, предполагает живой диалог. И диалог с учителем, да, обсуждение, открытое и честное обсуждение, просто которое возникает у обучающихся, да? И вместе с тем, конечно, привлечение к этой работе патриотических организаций, непосредственно участников, кто возвращается в фронт и делится своими впечатлениями с молодым поколением. Вот это тоже крайне важно, чтобы это было неформально, чтобы это было в режиме диалога, обмена мнениями и, конечно, реального доверия между наставником и между обучающими. Да, согласились, что учебник это вот лишь пособие такое, да, а в основном учитель, да, учитель должен знать историю значительно шире учебника и давать материал по методологии учебника, используя его как подспорье к излагаемому материалу. Ну, а вот те сейчас выпускники исторических факультетов, которые будут школьными учителями, которые будут преподавать историю детям, так ли они хорошо будут знать, вот, потому что учебники только внедряются, да, они еще учатся по старым каким-то, может быть, методологическим пособиям. Вот что необходимо сделать, чтобы здесь вот выйти на правильную прямую? Ну, по сути дела у вас уже происходит, причем зримые изменения к лучшему, но хочу подчеркнуть, конечно, эти изменения к лучшему, они не могут произойти в одночасье. Вот у вас, например, сейчас вот рождаются окно педагогических практик, да, когда еще студенты, еще не получившие диплом, идут в аудиторию и несут это знание другим людям, да, учатся транслировать это знание. Ну, дело в том, что, опять же, наше самообразование, оно всегда во главу глава ставило нравственное начало, то есть не просто важно какие-то факты сообщить, какую-то информацию рассказать, да, а очень важно дать оценку, очень важно призвать к диалогу, очень важно осмыслить эту информацию с точки зрения нравственной составляющей, с точки зрения того, какие уроки мы можем извлечь и что мы можем из этого взять в будущее, да. Ведь этот исторический опыт должен обязательно способствовать тому, чтобы мы в будущем были более успешными, еще более прогрессивными, чем это было, скажем, на сложных поворотах нашей истории. Мы все они хорошо знаем, это и 20-е, да, и дважды мы теряли свое государство. И повторять этих ошибок, и воспитывать, опять же, подрастающие, например, самоотверженности, соборности, это одна из ключевых ценностей, тоже, зачем закладывают социальными всего образования, гражданственности, патриотизма. Вот именно эти представляющие должны обращать молодое поколение к идее непрерывности нашей истории при всех ее сложностях, при всем ее, порой, трагизме даже, да, и выводить нас на орбиту будущего, уже обретя этот колоссальный, мощнейший исторический опыт, который должен служить руками, там, и для нашего государства, и для каждого гражданина отдельно. Потому что этот исторический опыт, он сам по себе, он исцеляет человека, во многом. Да, в правде силы, да. Они ощущают это, да, вот это целительное воздействие истории на душу человека. Как буквально недавно сказал на Всероссийском съезде учителей и преподавателей общества знания, глава Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, курсы по истории общества знания надо сделать более актуальными в свете грандиозных событий, с которыми мир сталкивается в последнее время. Ну, у нас каждый день, да, какие-то такие события, и все это вплести в новый учебник. Понятное дело, что в течение нескольких лет будет пополняться, конечно, база исторических документов и событий. Несомненно, несомненно, да. Этот процесс, он набирает обороты сегодня, и, конечно, наш президент, наша задача сегодня, что касается Великой Отечественной войны, открыть максимальное поле исторических документов к остающейся периоду Великой Отечественной войны. Уверен, что такая же ситуация будет в специальной войной операции, но повторюсь еще раз, конечно, есть оперативно-спатагические какие-то моменты, и мы не можем сразу все обнародовать, это невозможно просто. Но постепенно этот процесс, конечно, будет продолжаться, несомненно. Экспертиза будет им, кем будет она осуществляться в этих учебниках? Любой учебник, конечно, проходит экспертизу, в первую очередь будет, я уверен, создана авторитетная комиссия и на базе Министерства просвещения, Министерства науки высшего образования. Я уверен, что туда пришли специалисты разных областей научного знания, и философы, и историки, и политологи, и военные эксперты. То есть это очень комплексное решение. То есть максимально такая разносторонняя подготовка. А вот из крымских историков, педагогов, специалистов кто-то привлечен был? Или, может быть, есть такая перспектива? Я, честно говоря, информации пока что не располагаю, но абсолютно убежден в том, что это, конечно, необходимо сделать. Привлечь обязательно крымчан, которые вовсе в том числе. Да. У нас история тоже очень обширная в этом плане. Андрей Вячеславович, вот расскажите, какие бы вы еще могли дать рекомендации для успешной разработки учебников и пособий по обществу знания? Вот на что все-таки следует обратить внимание детальнее. Ну, я думаю, что нужно разработать перечень тех тем, которые должны обсуждаться в режиме диалога с учащимися. Именно живого диалога. То есть тех проблемных, может быть, узлов, которые вызывают какие-то вопросы. Иногда, может быть, недоумение. Не нужно этого бояться. Это вполне естественно, что в новейшей истории нам не все сразу понятно, мы не можем все сразу объяснить. Но те вопросы, которые возникают у молодых людей, а мне приходилось не раз причем участвовать во встречах с молодыми людьми, причем из разных вузов. И мы честно и откровенно, например, вот планировали встречу провести за час, провели ее за три часа. Потому что эти вопросы звучали, и мы на них откровенно отвечали. Нужно обязательно такой вопрос обозначить. Почему? Кто стоит у истоков, да? Кто развязал, ну, по сути, войну, это отнюдь не мы. Это нужно объяснять и объяснять доходчиво в режиме, опять же, этой дискурсии, этого диалога, не боясь какие-то, иногда даже противоположные точки зрения. Но именно так рождается истина, именно так происходит процесс реального воспитания гражданственности и патриотизма. То есть не нужно, как порой бывает, мы там что-то боимся, о чем-то боимся сказать. Ни в коем случае этого не нужно делать. Нужно честно и откровенно об этом говорить. Я приведу яркий пример из области Великой Отечественной войны. Вот сколько лет мы, по сути дела, боялись упоминания о пакте Молотова-Риббентропа, да, и секретных протоколов к нему. И это использовали наши оппоненты против нас. А когда мы перестали этого бояться и показали, как сказал Госящий Сергей Тысячелавров, давайте посмотрим все документы, и приложение там, и там факт. И мы увидим, кто защищал мир, а кто разжигал войну. И становится понятно, понимаете. Стало очевидно, когда провели эту выставку, когда показали документы, связанные с мюнхенским сговором, политикой западных держав. Стало очевидным, что факт Молотова-Риббентропа, по сути, это во многом победа нашей дипломатии того периода, когда мы выиграли мир на два года, по сути, да. И вот поэтому не нужно бояться вот этих, порой, в кавычках неудобных вопросов, неудобных каких-то моментов. Ну, а это, собственно, та причинно-следственная связь, которая и говорит, что есть правда. И у нас сорвался звонок или нет? Нет? Андрей Вячеславович. Да-да-да. Я думаю, что нам, вот как сказал наш президент, нам нужно противопоставить лжи только правду. И мы победим. Я в этом, собственно, бездомно. В биологической информационной борьбе. Спасибо большое, Андрей Вячеславович Ишин, доктор исторических наук, зав. кафедры социально-гуманитарных дисциплин Таврической духовной семинарии, профессор кафедры истории России Таврической академии Крымского федерального университета имени Вернадского, был с нами на связи. И сейчас, вот, кстати, одна из исторических программ в нашем эфире будет продолжать наш информационный день. Сегодня это программа «Песня на войне». Программа «Линии» завершена. Программа «Линии» завершена.